всем привет в этом видео покажу как разобрать проектор l7 почистить его от пыли и заменить детали погнали переворачиваем проектор у нас здесь 6 винтов 1 2 3 4 5 6 окручиваем и снова переворачиваем если я говорил что т26 геморрой в разборе то я ошибался 7 не нравится как раз здесь снимается крышка еще сильнее заглушку так когда мы открутили не забываем вот здесь у нас идет шлейф от верхней крышки и крепится сюда кулаки можете его сразу отсоединить но мне сейчас будет сложно вам показать что именно там нужно отчелкнуть лучше я потом разберу и покажу что нужно отчелкнуть но можно и не отсоединять так сразу разобрать что нам нужно сделать по крайней мере как я это делаю я я здесь крышку приподнимаю вот эту часть здесь я тоже все снизу отщелкиваю просто вот так вот беру и тяну видите да здесь все крепление убрался своих мест вот так вот здесь тоже убрал она здесь хрупкая но опять же если не применяя силы много то кто не поломаете она нормально нормально гнется потом я все же под со стороны где объектива нет опять же обгибаю вот эту крышку и у нас осталось снять только еще одно крепление которое находится вот вот здесь как только мы его отщелкиваем то все проблемы с разбором проекта в принципе решена немножко нужно его в эту сторону часть вот эту белую сдвигать вот так вот откипать одновременно тогда она снимается так я все таки сниму шлейф на всякий случай пока его нафиг не порвал потом покажу что здесь именно отщелкнуть надо теперь продолжу снова снимать уже не боюсь что порву шлейф вот видите я немножко его приподнял и все с этой стороны снимать сложнее по одной простопрещение сейчас покажу уж там проблема в крепление тоже же она вообще какой-то дикая вот здесь она даже со стороны объектива она даже не отгибается достаточно жесткая лучше с другой стороны все таки как это показал так по поводу того что шлейф как отстегнуть чтоб не мешался он при разборе проектора вот здесь вот защелка черный отщелкиваем все шлейф без проблем снимается защелкнули в принципе все осталось только снять еще вот этот корпус и все больше тут разбирать будет абсолютно ничего проектор очень даже простой это будет питание здесь идет плата эта плата которая где все входа выхода не на задней части ее снимать но я не вижу смысла вообще по крайней мере в нашем случае необходимости такой вообще нету но если вы хотите потом ее снимать то здесь откручиваете винт и здесь откручиваете винт внизу она вставляется просто в пальчики достаете значит смотрите вот это зеркало мы можем сразу доставать не забывайте здесь один угол срезанный он ставится ближе к объективу берем тряпочку и протираем повторюсь тряпочка которую я использую это для протирания линзы и очков зеркало чисто убираем в сторону она с обеих сторон зеркальная поверхность но даже что не забывайте что срез идет в сторону объектива блок питания вы его можете достать без проблем он стоит здесь в пазиках и при первом разборе он здесь должен быть проклеенным и при отгибании вот здесь в панели должен вот такой звук ну как будто там у вас откроет клейкость или вот слушайте вот первый раз как будто бы открыли все там двух самыми скотч если вам нужно ее поменять соответственно можете без проблем вот так взять достать и уже взять новую плату и поставить все необходимые провода уже на место так обратно тоже не спеша вставить если нужно вставить то просто берете и вставляете сюда обратно плату здесь вот такие вот пазики идут вот этот пазик и с этой стороны тоже пазик именно берете эту плату и вставляете пазики с обеих сторон с какой стороны ну я с этой стороны начинаю вставлять начнем разбирать вот этот корпус где находится линза фринелли обе защитное стекло и матрица соответственно здесь стоит лампа диод нужно открутить будет 4 винта 1 2 здесь 3 еще один вот тут вот 4 повернул вот так вот и вот здесь что я был вообще удивлен я не очень мог понять почему так сделано здесь стоит это понимаю что защита от пыли вот она не так можем достать видимо другого способа данной модели защиту от пыли поставить не получилось тем более она еще встает здесь криво и пыль сюда будет попадать я думаю что однозначно потому что здесь вот это стоит вентилятор отсюда воздух берется снаружи вентилятор дует задувает его сюда воздух он проходит тут между матрицей линзе фринели и выходит здесь потом он идет к этому вентилятору потому что который он как раз на выдох идет проходит через радиатор и уходит на наружу вот они я считаю что вот неправильно сделали такую защиту от пыли лучше бы они придумали сюда вставлять в это отверстие какую-то дополнительную решетку с натянутой уже нормально ровной фигней какой-то лучше бы уж действительно использовали чулки наши ребята уже умеется все это делают но я это пока уберу это нам нужно будет откручивать дальше здесь винт идет рядом с трубками водителя с которыми радиатор последний винт находится здесь так я провода в этот раз постараюсь никакие не разрезать потому что они все отгибаются без проблем выбирается я уберу сначала вентилятор который дальнейшем не просто помешают из этого провода снять этот кожу вот так вот отгибаем и все мы его достали но не забываем как ни странно провод они все-таки пустили вниз уже не так вот наружу поставили допустим да вот так вот вниз как его вставить обратно вставляете смотрите провод мешается не мешается и все так но мы этот провод сейчас так еще раз вот это не забываем отгибать немножко вот так раз даже не то чтобы отгибать просто вентилятор немножко сюда тянем в эту сторону раз готова здесь тоже убираем ленту насколько я понимаю это идет датчик температуры в данном случае он был склеен здесь вместе с проводом от вентилятора это была скорее всего ошибка почему потому что данный проектор у меня вырубается после перегрева он начинает врубаться на проекторах сколько я их разбирал в основном они были вот так здесь вот здесь были приклеены которые здесь я не знаю влияет это или нет но по крайней мере те проектора у меня были немножко другими проблемами там было в основном пыль а этот проектор как раз выключается после какого-то времени и там считанные минуты потому что идет перегрев и срабатывают датчики отрубается потому что этот получается работает неисправно вентилятор нам не нужен мы его можем спокойно вот так вот сторону убрать пускай он тут болтается эти провода я тоже трогать в принципе не планирую крышку снимаем с этой части берем и с этой части берем здесь нарисована стрелка она может вас в 5 заблуждения я сейчас покажу что это такое это просто ерунда но то что вы можете на нее допустим нажать двумя пальцами на нее нажать одним пальцем она двумя пальцами это приподнимать да конечно так можно делать но стрелка здесь не нужно было потому что у меня создавалось первое ощущение что я ее должен двигать туда в сторону на так просто берем здесь приподнимаем и и с этой стороны тоже приподнимаем аккуратно и первый раз а это этот кожух всегда снимается очень плохо потому что вот в этом месте он тоже сидит не очень хорошо ну и вот так вот одним пальцем нажимаем и потихоньку тянем здесь у меня в этот раз остается еще и радиатор который не должен доставаться у меня должен этот корпус отдельно от радиатора потому что здесь еще часть от радиаторы которая идет сюда под этот кожух и на нем уже сидит светодиод оставляем радиатор там его не надо оставать вместе с этим кожухом убираем в сторону на что хочу обратить внимание как здесь я уже не первый проектор разбирая и вижу такую ерунду как здесь сделаны линзы фринеля значит вот что значит эта кнопка это просто пластина у которой идет вот эта бороздка идет под широкую часть для матрицы вот эти две идут по логике вещей здесь должно быть следующее здесь склеено вместе и защитное стекло вот она зеркальной поверхности к линзе фринели и линза фринели можно это короче конечно оставить но здесь изначально заводом предусмотрено чтобы защитное стекло и линза фринели они все же находились отдельно потому что здесь идет пазик под линзу фринели рядом идет под защитное стекло и данная линза фринели к лампе идет вкладкой стороной это можно убрать сторону можете сразу поставить на место если у вас конечно пыль нужно делать следующее например здесь очень неудобно достается матрица конечно если все полностью разбирать то без проблем там уже будет не так сложно но если вот например почистить просто она у нас стыкается вот здесь вот шлейф заканчиваться здесь проходя через все провода если вы не хотите ее снимать но я обязательно покажу вы можете вот вторую линзу фринели убрать и все и вам в данном случае уже нет не мешается ни с этой стороны ни с этой стороны вы можете взять спокойно кисточку и все почистить ну при необходимости посветить туда светом и увидеть есть там пыль еще или нет вот данная линза фринели которая стояла с этой стороны матрицы со стороны объектива она гладкой стороны идет в сторону объектива здесь посмотрели тоже все чисто можете спокойно ее обратно ставить нет ничего никакой пыли никакой грязи тут также идут пазики вот здесь пазик и с этой стороны пазик тоже идет я думаю вы когда будете доставать вы это увидите и не напутаете не забываем кладкой стороной в сторону объектива не знаю правильно ли я слышу но я считаю что это все таки должно быть разъединено я не знаю с какой целью они это делают все таки вместе может быть для ускорения какого-то процесса у них это все идет я так понимаю что раз китайцы так ставят и то они не видят в этом никакой проблемы кнопку ставим бороздка одна с края и другая большая с другого края среднюю бороздку пропускаем сюда вставляем линзу фринале ну а сюда матрица в широкую часть чтобы было расстояние вот такое объектив можете почистить можете нет без разницы возьмете вот так вот это снимать не обязательно вот такую стали линзу использовать обычно здесь стоит рассеиватель здесь такая стоит линза ну а здесь стоит светодиод заменить легко его или нет но в любом случае нужно здесь как минимум открутить четыре винтика от радиатора и еще отпаять два провода и тогда вы сможете только заменить в принципе больше тут ничего показывать и рассказывать один динамик вентилятор этот тоже достается без проблем вы просто берете и достаете если он у вас накрылся то тот отсоединяете провод ставите новый вентилятор втыкаете обратно нужно будет только разрезать провода и все ну и радиатор тоже он достается замена его геморройная конечно но все возможно все это откручиваете отсоединяете светодиод просто откручиваете выбираете сторону ставите новый радиатор все прикручиваете на место потом уже ставите обратно собираем обратно ставлю этот кожух его очень неудобно вставить потому что так как мы провода никакие не убираем они здесь немножко мешается сама вот такая вот линза у нее идут бортики они должны встать вот в это место вот сюда ну и кнопка вот эта должна попасть в это отверстие это не значит что вы там не попадаете и криво вставлять кожух нет просто вот эту пластмасску немножко сдвинуть влево вправо и все начинаем собирать пластмассовый кожух он немножко выступает вот за эту линзу фрингули а да я же вам хочу показать как тут отщелкнуть матрицу там вот черная мы ее отщелкиваем и можем спокойно доставать но в данном случае если вам нужно конечно заменить матрицу то вот этот блок питания его лучше убрать в сторону он ну он мешается вот можно вот так вот положить без него будет просто легче шлейф обратно втыкать у матрицы убираем эту фигню пластмассовую и достаем в данном случае я даже не знаю почему сделали такой переходник такое вскричается но но редко в основном это идет шлейф цельный все достали матрицу обратно вставляем здесь просто идет внизу сам широкий пазик под такую площадку он невысокий сначала заводим туда шлейф провода берем какую-нибудь тоненькую отвертку и поправляем его там чтобы он не мешался геморройно спору нету ну зато провода не надо будет никакие убирать потом их обратно сматывать матрица встала она здесь болтается матрица ну ничего не поделать она держится с помощью вот этой пластмасски со стрелкой которая сюда ставится вот всеми этими металлическими штуками к платье здесь может быть и не синее может быть здесь коричневое цветом но главное что вот эти все металлические они идут к платье надеюсь вам видно но суть в том что шлейф втыкает именно в то же самое место где он и стоял он встает только в одном положении сильно там не болтается не ходит по сторонам просто сама сложность именно только в установке его так шлейф вставляем и черный обратно защелкиваем он там встает в одном положении этим хорошо нет там каких-то проблем что он ходит туда-чуда сюда немножко обратно вставляем блок питания блок питания не забываем про пазики что он встает именно в пазике все на месте ничего не болтается все в порядке ставим снова эту пластмасску со стрелкой на крайнее здесь на крайнее широкое все стоит на месте все стоит на месте закрываем кожух эту линзу обязательно вставляем вот в эти пазики вот в этот и вот в этот ну и вот эта кнопка которую я уже говорил я немножко поправляем сдвигаем в сторону здесь проверяем еще пальцем прощупываем еще раз вот здесь вот в этом месте вот этот кожух не остается ли там щели и не мешает ли там провода встать на место все если все в порядке то все проверяем все нормально кожух можем спокойно закручивать теперь ставим зеркало зеркало почистили вставляем его обратно здесь также пазики с этой стороны и с этой стороны скошенной стороной в сторону объектива ставим вентилятор проводом вниз вот так придерживаем здесь пальцем вентилятор должен вот так вот зайти все встал на место так ну и проверим мои догадки пускай этот провод болтается он мне не мешает меня больше беспокоит именно вот данный датчик я его приклею сейчас в это место берем эту непонятную защиту от пыли длинная сторона у нас идет по высоте вставляем обратно как вы его там ставите ну есть конечно разница она обычно вот так вот вставляется рядом с этим вентилятором другого варианта у него нету сейчас немножко поправлю подвину ближе еще к лампе все геморрой с этим проектом не закончились надеваем крышку можем этот шлейф сразу прикрепить сюда к плате здесь вот отщелкивается вот эта черная штука черное крепление сюда вставляется шлейф и она защелкивается можете уже это сделать когда наденете крышку я сначала надену крышку надеваем ее с передней части когда будете одевать не забудьте у крышки вот это крепление и вот это крепление упираются здесь части именно корпуса и просто вы здесь когда надеваете не пытайтесь его надавить там сильно вот так вот его нужно будет потом просто немножко поддеть натянуть и встанет на место но сейчас по порядку все начнем крышку начинаем надевать я завожу сначала с этой стороны крепления несмотря на то что со стороны объектива крепление жесткое его будет потом легче завести с этой стороны крепление оно оно хрупкое если вы его сломаете вообще наплюйте не парьтесь сломали сломали оно никакой роли здесь не играет но пытаемся завести сначала с другой стороны где у нас вентилятор я уверен что они сначала садят переднюю часть потом вставляют верхнюю часть проблема в том что вот эти все крепления которые здесь они вообще легко ломаются я стараюсь эту крышку ни отдельно не садить ни отдельно не снимать заводим с этой стороны теперь нам нужно завести со стороны объектива про ней сможете пока не париться вы его всегда сможете поправить в этом месте завели вот именно в углу то что больше всего напрягает и потом уже можем спокойно здесь снизу после того как вы завели все боковые отверстия ваша крышка до сих пор отопорщена не забывайте вот эти все крепления здесь высокие их нужно завести сюда берем эту крышку немножко на себя двигаем и надеваем но перед этим конечно же нужно надеть шлейф от сенсорных кнопок все сделали крышка немножко так на себя если какое-то напряжение здесь стоит то в любом случае вам что-то мешает проверяете все эти провода вот здесь где у вас блок питания вентилятор и радиатор чтобы они как раз не мешались все проверили если они не мешаются можете спокойно закрывать переворачиваем и прокручиваем все винты обратно это был проектор L7 кому видео понравилось не забываем ставить лайк до новых встреч пока до новых встреч пока Субтитры сделал DimaTorzok